Финальная серия прохождения ОБТ-версии мода «Осколки прошлого». В этом видео я стану перед сложным выбором. Принять сторону бандитов и помочь своему другу. Или же встать на сторону сталкеров и быть с другом по разные стороны баррикад. Чем всё закончится, узнаете в конце серии. Не забывайте поддерживать видео лайками, наливайте себе чай. Приятного просмотра. Обновлено. Обыскать сталкеров. Чёрт, щитовод оказался предателем. Нужно обыскать сталкеров на наличии КПК, дабы узнать место их привала. Возможно, там спрятан хабар, который нужен Сидоровичу. А щитовод сам не додумался их обыскать? Лёнька, ёж. Да, ПДА есть у Шороха. Разбитый от выстрела пули КПК. Видимо, принял на себя удар, когда в шороха стрелял щитовод. Нельзя ничего разглядеть, кроме небольшой карты, на которой отмечено место привала группы. Видимо, там и находится спрятан хабар. Всё понятно. Это у нас совсем рядом, кстати. Кого-то уловило. Один. Нейтрал. Ну, кажется, я догадываюсь, кто это. Догнать щитовода. Ты что, побежал куда-то? Ну, погнали. Стрелять, скорее всего, в него не надо. Хотя я бы стрельнул. А, так у меня довольно властливости нет. Щитовод что-то искал около привала. Скорее всего, у него КПК. Стоит догнать, мразь, и наказать. Так я издалека бы в него стрельнул, да и всё. Он хочет перейти куда-то. Так. Встал. Встал и стоит. Найти щитовода обновлено. А чего? Найти он тут. Я сейчас перезагрузился. И что-то я ничего не пойму. У меня в руках было ружьё, правильно? А сейчас у меня вот, смотри, на скрине. Я сохранился с ружьём. Я загружаю это сейф. Я его никуда не выбрасывал. В руках ППШ. Ружья нет. Нихрена сейчас не понял, чё это было. Ладно. Я быстрее не его побежал. Я знаю, что ты думаешь по поводу всего, что произошло. Уверяю тебя, у меня были мотивы сделать это. Ты не понимаешь всей ситуации, в которую я попал. Вот, не сочтите за нытьё и за хейт. Но не кажется ли вам, что если мод ещё не готов к релизу, то есть это ОБТ, то что-то надо тестить. Тут, видишь, дописывается текст. Где-то там, как в прошлых сериях заметили, неправильные ники были. То есть там герой может озвучивать и говорить «Вот, Волк решил завязать», а в тексте речь про Шустрова. Так вот, не кажется ли вам, что если мод уже не готов к релизу, то озвучивать его не надо? Потому что в любой момент может что-то поменяться, что-то надо будет дополнить по тексту, что-то изменить. И каждый раз дёргать актёров озвучки. Или представляете, вот там человек озвучил вот этот текст, где перепутали Волка и Шустрова. То есть он в целом-то хорошо озвучил. Он сказал «Волк», а вот там разраб потом решил поменять на Шустрова. И что, актёру озвучки весь этот диалог переозвучивать из одного слова «Шустрый» или «Волк». Потому что просто взять и записать там «Шустрый». И ставить это, это будет неорганично. Типа, всё равно разная интонация будет и так далее. Ребят, не надо уж озвучивать мод, если он не готов к релизу. Что думаете? Пишите в комментарии. А так да, конечно, молодец, озвучка интересная. Многие голоса подходят. Какое оправдание ты можешь себе придумать? Они ведь ни в чём не были виноваты. Ты просто пристрелил двух невинных людей. Я не нашёл другого пути. Ты слишком мало находишься в зоне, чтобы понять, что тут никто никому ничего не должен. И каждый друг, который у тебя есть, и которому ты доверяешь, предаст тебе в любую секунду. Как только это будет выгодно ему, я мог бы тебе рассказать о всей картине. Ну какой долг труп узнать о чём-то, кроме своей смерти? Что? У него мы находим два ПДА, Драгунова. Все вкладки заблокированы, кроме одной. Лохи дела. Освотрел наш путь, как только вышли с нацепи. Увидел пару бандитов, шагающих с элеватора. Думаю, они нам не помешают. На всякий случай попрошу Хабар у Шороха и спрячу его в кустах около привала. На всякий случай, когда придём, вернусь за ним. Пыдащи того, да. Помятый и старый КПК. На экране особо ничего не видно, кроме каких-то чисел и имён. С явно бандитским уклоном. Около каждого стоит либо расплачено, либо счёт. Внимание привлекает отдельная строка с заказа для Сидора и переписка. Отдав информацию Бубну. В общем, у него были долги, что ли, перед бандитами? И он решил в кривой дорожке пойти, чтобы их себе отдать. Ну, у меня это не вызывает никаких огорчений. Потому что оправдания убийств у сталкеров, я считаю, нет. О, смотри. Тайничок небольшой. Ну и всё, возвращаемся. Ищем тайник. Значит, где-то в кустах. Но кустов тут не так уж и много. И как должен выглядеть тайник? Скорее всего, как рюкзак, да? Вот рюкзак. В нём мы находим СВД и контейнер. Тяжёлый контейнер с замком. Имеет большую ценность для Сидоровича. Принести контейнер с хабаром Сидоровича. Гражи какие-то. А вот вы как относитесь к этому? К более дополненным, расширенным, оригинальным картам. Я думаю, в этом есть какой-то смысл. Ведь раньше их такими не сделали. Ввиду ограничений, железа. Сейчас компуктеры более мощные. Почему бы не сделать карту, наполненную разными деталями? А дверь-то не открывается. В чём прикол? Мне приходится так делать. Не знаю, правильно ли я вообще поступил, ребят. Может, мне не надо было сюда идти? Подожди, может, правда там паблик, например, пришёл? А я тут залез к Сидоровичу нелегальным способом. А дверь-то почему закрылась? Так, в общем-то, всё. Никого новых тут вроде как нет. Это волк. Да, ну. По поводу техника. Мне говорят, вот, нажмите. Ребят, вы думаете, я бы не додумался? И жал я. Не чинит он ничего. Ну, принёс я тебе твою бандуру. С каждым днём всё больше разочаровываюсь в здешних людях. Ну, что в зоне, что на большой земле, люди дрянь, если не работают на меня. Хе. Ну, а с группой что? С щитоводом. Все погибли. Драгунова застрелили бандиты. Штыря и шороха убил щитовод. А с щитоводом я разобрался сам. Пришлось. Из-за чего же? Щитовод подставил всех. Тебя с заказом. Он продал информацию о маршруте группы главарю местной банды, чтобы те устроили на них засаду. Но один из сталкеров оказался умнее и спрятал Хабар до засады. В итоге бандиты остались ни с чем. Но взяли сталкеров. Щитовод подставил и меня. Когда узнал, что у сталкеров ничего нет, но услышал о тайнике, он застрелил шороха из штыря. А меня пощадил, но вырубил. В итоге я настиг его уже на месте привала сталкеров, где лежал Хабар. Он пытался убежать, но ничего другого, кроме как пристрелить, у меня не оставалось. Не загружай себя такими моральными дилеммами, Ворон. В зоне нет хороших и злых. Здесь совсем другие порядки. Это тебе так, на будущее. Ну а за проделанную работу молодец. Держи, что заработал. Если что еще найдется, обязательно скажу. Понял. Так, ну все, квеста больше нет. Интересно, конечно, нашему герою везет уже второй раз. Его щадят просто ни с чего. Как единственного свидетеля преступления. Интересно. Ну бывает, да, два раза подряд везет. А может и третий еще и повезет. Сейчас, может, Сидорич даст третий квест на контейнер снова какой-то. Снова к Сидорича кто-то придаст. Уже третий раз, да? Ну, Сидорич же дурак. Не пойми, с кем водится. Так, а мне-то теперь что делать? Может, с алкашами поговорить? С ними так ничего и не было. Короче, у меня что-то сломалось. Я только что пересмотрел. У других людей ничего такого нет. У них спокойно открывается дверь. И самое интересное. А что я сделал не так-то, собственно говоря? А вот хрен ее знает. Я полагаю, что вот с этого же сейва все пошло не так. И нужно сейчас вот уничтожение лагеря переиграть как-то. Но я хрен знает что иначе и как. Но после того, как я отдаю Сидоричу квест, у меня должен появиться другой. Он у меня не появляется. Вот тебе и ОБТ. Пойдем все по-новой проходить. Попытка номер два. О, дверь открылась сама на этот раз. Значит, все должно быть хорошо. Снова пересказываем, что случилось. И... Во! Появился новый квест. Выполнен. Дождаться паблика. Какое-то там задание. Иск 17 задания 1 нейм. Не знаю, что произошло. Я говорю, странности начались с того, что у меня в сейве было ружье. А когда я перезагрузился, его уже не было. Как это возможно вообще? Ну ладно. Направляемся встречаться с пабликом. Давай шиколаж достанем. На всякий случай. Слушай, а паблик-то у меня в бандитской куртке. Привет. Ты где вообще был все это время? Я же тебе говорил. Разбирался со своими делами. Поднял некоторые связи. В общем, развлекался. Слушай, ты вроде тут уже не первый день. Постоять за себя можешь. Мне тут одну работенку дали. Один я не справлюсь. Опять взваливаешь на меня то, что тебе дали? Это по-твоему, да. И что за работа? Слушай, тебя кто-то сам потащил в конце концов? Если бы не я, ты бы так и сидел, ничего не делал. Думаю, что деньги на тебя с ней посвалятся. Ладно, ладно. Я понял. Твоя заслуга. Так что там с работой? Недавно сталкеры выбили бандитов с АТП, что за другим я перевоз на кордон товаров из темной лощины. Казалось, этого мало. Около туннеля, ведущего в темную лощину, появилась группа наемников, которые оживаются, стреляя каждого, кто хочет пройти через лощину. Дальше. Подожди. А кто кроме бандитов ходит в твою темную долину? Во-первых, она не моя. Во-вторых, не только бандиты ходят в площади. Да и эти наемники неизвестно, что могут быть. Так что их присутствие будет нежелательно. Ну так что, поможешь? Ладно. Если ты говоришь, что это поможет всем, то я берусь. Вот и отлично. Наемники активизируются ночью. Обождем немного и ночью выдвинемся. Хорошо? Спросить у него что-то можно. Чем ты занимался все это время? Да господи, с каждым разом все тише и тише. Может я уже сам лучше буду читать, как игрок? Я же тебе говорил уже. Занимался своими делами. Расплатился с некоторыми личностями. В общем, времени зря не терял. Мне интересно, что ты делал все это время. Да ничего особенного. Так, осваивался. Помогал тут местным. Познавал зону. Хм, познавал зону. Тут познавать-то нечего. Верь только себе. В аномарии не лезь. И прочая лабуда. У тебя вроде как бандитская форма. Значит ли это, что ты подставишь меня при любой доступной возможности? Может на мне и бандитская форма? В душе я добряк. Ха, да не бойся ты. В жизни на тебя мушку не наставлю. Только если в ответ на твою. Ты больше ничего не знаешь об этих наемниках? Честно? Нет. Только то, что у них главного зверь зовут. И такая местная правая рука у главаря наемников. Говорят, из пространственного пузыря вымрался. А это, скажу я тебе по секрету, невозможно. Так что брехня это все. Обычный наемничек, да и все. Я готов выдвигаться. Еще не время. Выдвигаемся ночью после полуночи. Все ясно. Ну давай тогда поспим. До двенадцати. Все, вот тебе и полуночи. Я готов. Еще не время после полуночи. Ты дурак что ли? А сейчас что? Если не полуночи. Наверное разраб имел ввиду час ночи. А, оказывается не после полуночи, а после часа ночи имелось ввиду. Бывает и такое. Следует за пабликом. До очевида меня сейчас подставят. Придем, а они скажут. Вот, ты слишком сильно помешал бандосам. Выбил их отовсюду. Замочил нашего компаса. Теперь ты за это ответишь. Да не, вряд ли меня хотят убить. Тогда меня бы он замочил, когда я спал. Да, логично. Слушай, что-то я ни одного фонаря горящего не вижу. Не пришли еще, видимо. Ты иди займи пока позицию около туннеля. Там ты будешь максимально эффективен. Хе, ты что убить меня хочешь? Чтобы я засел в самое пекло? Может сам пойдешь, а? Да не ругайся ты. Какое пекло-то? Их всего-то 3-4 человека. А с моей пукалкой на ближних расстояниях хрем постреляешь. Так что, БГ дал, БГ сказал делать. Давай, шуруй. Как только их перебью, за тебя возьмусь сразу же. Тут уже кто-то есть. О, о, сори, вон они. Ты что, в своего попал? Ну вот и попался ты, скалкеру. Что, тебе свои не говорили, что тут ходить небезопасно? Хе-хе-хе. Ну теперь-то ты поплатишься за свою невнимательность. Уж на том-то свете. Тебя научат смотреть под ноги. Так подожди, почему бы меня сразу-то не убили там? Ну, я же тебе говорил, ничего сложного. Ничего сложного? Меня чуть не подстрелили. А ты говоришь, что ничего сложного? Тихо-тихо ты, не ори. Кто же знал, что подлюги прятаться умеют, а солнце ночью не светит. Не кричи особо. Мы тут, конечно, шуму навели. Но главаря среди убитых наемников я не вижу. Так что он где-то еще бродит. Давай, пошли найдем его и закончим дело. Чтобы я еще раз с тобой работать начал. Какие-то еще это желтые сталкеры. Зверь. Ну, твари, думали всех перебили? Черт, С2, вы нас отсюда выгоните. Стой, не стреляй, не стреляй! Зря стараетесь. На наше место придут другие. И скоро от этого туннеля до самого КПП будет под наемниками. Что? На наше место придут другие. И скоро от этого туннеля до самого КПП будет под наемниками. Чё? Я не могу понять, что ты несешь. Вот именно, что ты несешь. И скоро от этого туннеля до самого КПП будет под наемниками. Что будет-то? Ты что несёшь? Да даже если вы возьмёте под контроль кордон, что вам с этого будет? Ежедневные перестрелки со сталкерами, бандитами и военными быстро поставят вас на место. Это самоубийственный шаг, поверь мне. Может быть ты прав. Но какое это имеет значение? Вы оба уже мертвы. Однако, раз уж именно ты заговорил со мной, я дам тебе право выбирать, кого я убью первым. Выбирай, или ты, или твой друг. Тут, наверное, типа знаешь, если ты выберешь друга. Ну давай, чёрт с тобой, стреляй в меня. Только потом не обижайся, когда Павлик напичкает тебя свинцом. Посмотреть зверя. КПК. Затёртый и со многими царапинами КПК. Видимо служил хозяину долгую и счастливую службу. Среди заметок можно выделить только одну вещь. Ваша задача прекратить поток сталкеров и бандитов в лощину. Скоро мы возьмём под контроль свалку, и весь поток сталкеров прекратится. Так что мы сможем действовать спокойно на территории зоны. Душман. Как хорошо, что КПК наёмника не был закодирован. И как хорошо, что тот, кто даёт указания, подписывается, кто он есть. Это очень удобно. Спасибо большое. Лизюр наёмников. Немец. Гефанген. Долго мы охотились на этих уродов. Столько новичков перестреляли. Что у нас всех пальцев на руках не хватит сосчитать. Шайзе. А тебе спасибо, сталкерок. Вижу, вы до нас тут тоже повеселились. Да, мы в основном группу и перебили. Только нас двое было, а сейчас я только один. Вы не видели, куда мой друг запропастился? М? Дэйн Фраунд? Нет. Мы никого не видели. Может шальная в твоего дружка попала? Поищи среди трупов, не дай бог, конечно. Ладно, спасибо. Немец, хотел у тебя спросить. Сами не знаем, как нас судьба завела. Но были одними из самых первых сталкеров, которые в зону ринулись. Когда тут всё эсплодерты. Сами не знаем, как нас судьба завела. Но были одними из самых первых сталкеров, которые в зону ринулись. Когда тут всё взорвалось. Опять логически неправильное предложение построено. Вот не хватает, как будто мы, да? Но мы были одними из самых первых сталкеров. Вот мы не хватает. Что-то я не знаю, кто писал текст, но мало-помалу заработали себе репутацию. И вот мы тут. Выполняем спецзаказы. Отставим позиции сталкеров. Нас же сюда глава послал. Говорит, мол, наемники совсем наглеют. Уже наших стреляют. Идите с ними разберитесь. Их верда нихт белый диген. Что у вас за группа такая? Прям наемники. Нас нанимают, если кто-то присягает на независимость переходов с одной территории зоны на другие. Никто за это больше не берется. Так как обычно такие переходы захватывает целая хер. Так что мало кто берется. И поэтому зовут нас. Сталкер же что? Если один проход недоступен, то другой находит. А как мы поэтому пойдем по проходу новому, то сразу вопросы. Так получается, что сталкеру хорошо. То немцу смерть. Поэтому лучше ее общую работу делать. И себе путь выбивать. Куда дальше выдвигаетесь? Не знаю пока. Побудем тут. Спешить нам некуда. Говорят, скоро где-то на кордоне заварушка будет. Может примем там участие. Может пропустим мимо. Ну, если ты нас найти хочешь, то es tut mir late. Мы новичков не принимаем. Команда у нас уже укомплектована. Ладно. Так, говорит, трупы посмотри. Но тут трупов что-то больше нет. Поэтому мой товарищ куда-то видимо делся. Приди к паблику. А где паблик? А, это вот тут он. Ладно. Ну вот, наш герой в сияющих доспехах. Я правда чуть не расплакался, когда ты сказал, что я за тебя отомщу. И почему ты на театральный не пошел, а? Да пошел ты. После всего, что ты сделал, когда мы пришли отдавать за тебя жизнь. Как отдавать жизнь за пыль. Да ладно тебе. Спасибо, что спас. Ты среди трупов ничего полезного не нашел. Кстати о трупах. Ты куда делся, когда сталкеры пришли на помощь? Убежал опять? А что мне оставалось сделать? Они увидят, что ты стоишь рядом с человеком в бандитской форме. Все разгоряченные. Вам же сталкерам только повод дай пострелять. Даже спросить не даете. Вот я и свинтил по-быстрому. Все ради тебя и себя. Ладно, прощаю. Впервые в жизни ты убежал по логической причине. По теме трупов нашел только КПК у одного из наемников. Если интересно, то возьми. О, а вот это уже хорошо. Так, ну, я с этим КПК позже разберусь. Тут еще одна проблема возникла. Надеюсь, тебе будет интересно. Что за дело? Нарисовывается очень серьезная маза. А, он там что-то говорит опять, но он говорит так тихо, что, как будто, знаешь, комар где-то там летает. Поэтому я сам буду читать. Нарисовывается очень серьезная маза с очень высокими ставками и очень большими суммами. Мне тут одна птичка нашептала, что скоро военные основательно возьмутся за контроль над зоной. И первым их шагом будет перекрытие моста с кордона на северную его часть и дальше на свалку. Сам понимаешь, такой серьезный рывок в отношениях не очень позабавил сталкерят. А тем более братанов. Так что воякам устроить серьезный прием, когда они зайдут на мост. Не знаю, как тебе, а мне сверят очень неплохие деньжищи за физическую помощь. Но я же друзей в обитие не бросаю, правда? Хочешь, чтобы я за тебя всю работу сделал, а ты опять при деньгах остался? Тут ты погорбатишься, а я помогать тебе буду. Никто ни за кого работу ничью делать не будет. Тем более работа такая, что мы спокойно друг друга пристрелить можем. Как пристрелить? А вот так. Думаешь, сталкера и бандиты перемирие устроят и выкурят на трупах солдат труппу мира за здравие и упокой? Да когда все начнется, неразбериха такая будет, что возможно от дружеского огня поляжет больше людей, чем от вражеских пуль. Добавляй к этому то, что я не знаю, по какую сторону баррикад мы будем. Но риски оправданы. Если сварганим это дело, можем в золоте всю жизнь купаться. Да, если так подумать, вещь хорошая. Но стоит ли оно того прям вот так? Жизнь за деньги не купишь. Зато другие жизни можно купить за деньги. А у нас их столько будет, что ты хоть всю землю выкупи. Она тебе должна останется. Ты давай, гуманиста, не включай, а говори по делу. Да пошел ты нахрен, вот что я тебе скажу. Нет, я тебя осуждать не буду. Если тебе сталкерская жизнь дорога, иди за ней по прямой дороге в могилу. Главное, ты меня не смоляешься, увидишь. После всей заварушки встречаемся тут же. Дерем хабар и уходим из зоны знакомой тропинкой. Так-то все. Если есть какие дела недоделанные, советую тебе их завершить. Ибо это наше последнее рандеву с зоной. Бывай. Надоел этот трепач, он болтает и болтает что-то бесконечно. Какой-то чушь. Что это за чушь несет? Ну скажите мне, что за чушь вообще? Какие мне дадут деньги, что мне хватит на безбедную жизнь за какую-то самую одну операцию по перестрелке военных? Что за чушь? Всем там дадут столько денег? Да на всех денег не хватит столько, что всем всю жизнь безбедно жить. Это сколько нужно? 100 миллионов долларов? Да и их можно просадить при определенном образе жизни. Что за бредятина он несет? Тебе хватит на всю жизнь. Кому ты в уши заливаешь? Это какой-то развод. У меня извини, я не буду за него играть. Он потому что надоел трепач какой-то. Звал? Да, Ворон, звал. Наслышался я о тебе вдоль и поперек. Ото всех сталкеров, которых только в своей жизни знал. Да ты ходячая, блин, легенда кордона, если не зоны. Там помог, тут вызволил из плена. Палочка-выручалочка, а не человек. Хотя только недавно вроде в зону пришел, а ходишь, как будто это не место, где тебя могут убить в два счета, а проходной двор. Ну, делал все, что в моих силах. Да и привыкать тут нечего. Слишком много происходит за короткий промежуток времени. Да так много, что в сталкерстве ненароком разочаровываешься. Но это ты перегнул. Сталкерство оно, если пришло в жизнь, то больше оттуда не уйдет, как ты его не выгоняй. Оседает оно в человеке и меняет его полностью. Да так, что от прошлого его ничего не остается. Я же сам раньше военным был, можешь представить. А сейчас сижу тут и командую такими же молодыми пацанами, каким был я. Кстати, о военных, если переходить к теме того, почему я тебя позвал. Да угадаю, вы засаду на военных устраиваете, которые решили мост взять. А правду говорят, что от тебя мало что утаишь. Но я думаю, вводить тебя в подробности смысла нет, раз уже ты все знаешь. Так что скажу просто. Присутствие военных на мосту недопустимо, ни при каких обстоятельствах. Да пусть хоть танк туда пригонят, мост свободный от любого владычества и точка. Ни бандитов, ни военных там быть не должно. Ты это ясно понимаешь? Ты что, на меня гонишь что ли? А я тут при чем? И с ней некуда. Я сам за подобный расклад вещей. Лучше ничей, чем под чьим-то гнетом. Сам по себе знаю. Отлично. Хорошо, что мы совпадаем с тобой во мнениях. Но раз больше ничего нам обсудить не осталось, могу предложить только одно. Можешь сходить к местному торговцу и сказать, что ты от меня. Он выдаст тебе все, что нужно для задания, чтобы не бегал ты в рваном тряпье под пулями. Как получишь все нужное, дуй сюда и выходим отрядом на позицию. Возвращаемся живыми, я тебе вовек должен буду. Так что можешь себе ни в чем не отказывать в пожеланиях. Возвращаемся мертвыми и празднуем наше поражение там, на небесах. Но давай, отпускаю тебя. Пока. Мне главное сказал, что у вас тут снаряжение можно получить для спецзадания. Снаряжение? А, да, вспомнил. Да, да, он все говорил о нем и говорил. С вас 50 тысяч. Что? Да шуткую я, паря. Ты бы видел себя со стороны. Глаза выкатил, рот открыл. Все бесплатно. Оплачено до тебя твоими братьями по оружию, которым меньше повезло уродиться такими же, как ты. Ну спасибо. И да, больше не шути так. Гроза и патроны. Ну да, попробуем. А есть оптика какая-то? А, нихрена себе, 16 тысяч. 13 тысяч, ладно, я так обойдусь. Да прямо сейчас, наши уже ждут. Понял, я готов. Он же тоже пойдет прибыть на построение. Где тут мое место? Тут, наверное, где-то. Так, ну тут вам не военка. Так что никаких по порядку рассчитаюсь не будет. Задание у нас простое. Не дать воякам закрепиться на мосту. Вы у меня все бойцы проверенные, так что без лишних слов. Вперед из песней. Вперед зачем? А, меня даже переместят. Учтожи БТР военных и бандитов. Военных и бандитов, в смысле и. Что значит и? Мужики, прячьтесь. Давай, заряжай, заряжай, заряжай. Понятно. Так ему вообще насрать. То есть надо его чем-то другим. У меня, конечно, есть F1 вроде как. Все, БТР взорвался. Дальше. Дальше, видимо, сталкеров добить. Ты что делаешь? Все, никого нету, успокойся. Все поперездыхали. Сержант Пругло. Вы куда стреляете, что я не пойму? Где враги-то остались еще? Никого тут нет за деревом. Куда вы стреляете? А, ты вот тут кто-то, господи. Чего? Половина, ну здравствуй пока. Вы что, прикалываетесь? Какие диалоги? Поговорить с главой. Где мой товарищ-то? Пока не фиксирую его. Не, вы успокойтесь, может, уже, а? Чего вы стреляете? Ну, славно мы их. Да, давно я в подобных боях не был. Хотя, когда служил всегда, Лес первым наорожен. Неплохо мы справились, а? Честно, я думал, здесь меньше контингент войск будет, чем тот, который они на нас бросили. Будто бы мы не сталкеры, а какие-нибудь сепаратисты. Ну, военный народ тут такой. Что надо сделать? Воспринимают это как всеобщую цель, которую надо достичь любыми методами. Вот так и выходит, что за небольшой мост может целая рота полегла. Вот так и выходит, что за небольшой мост может целая рота полегла. Чего, сука? Ну ты молодец. Опередил все мои ожидания. Награду получишь, когда идем до базы. Нам сейчас с парнями перекантоваться нужно. Ты не бойся. Я тебя обязательно без нее не оставлю. Ладно, понял. Смотри, сам не хворай. Пойдем с наградой. Ворун, приходи на наше место, нужно поговорить. Ага, приходи, блин. Опять никакой награды нет. Я что-то не пойму. Ладно, подождем, пока голова сядет на место куда-нибудь на свое. И опять с ним поговорить. Уже второй раз мне обещают награду и ей что-то нет. Первый раз-то было с тем сталкером в туннеле. Он мне сказал, зайди к торговцу, поговори, скажи что-то от меня, что-то он такой сказал. Я пришел, никаких диалогов нет. Молчи, поговорить с ним нельзя. Этот... Тьфу. Зачем вкидывать такую удочку? Чтоб я подольше побегал? Ты звал? Да, друг. Ну как ты, получил награду, которую тебе глава обещал? Нет. После нашего разговора собираюсь к нему прийти. Мне вот кажется, мы подкопили достаточно. Думаю, можно возвращаться обратно на большую землю. Все-таки ты был прав. В зоне хороший способ заработка. Да, заработали мы достаточно. Но тут есть одна загвоздочка. Видишь ли, ты сам, наверное, давно понял, что я принадлежу к бандитам. А мы, из тех, кто любит выставлять счета за предоставленные услуги. И вот, мне выставили один счетик, с которым у меня возникли сложности. В чем дело? Если опять кого-то надо убить, то я не в деле. Слишком много людей уже погибло от моих рук. Не хочу уходить отсюда с еще большей кровью. Нет, никого убивать не надо. По крайней мере, тебе. Хм, опять твой контракт на убийство какого-нибудь хрена? И ты позвал меня, чтобы использовать как приманку? Извини, но на это я тоже не соглашусь. Мы из тех, кто любит выставлять счет за предоставленные услуги. Вопрос, что это вообще за фраза? Она ближе подходит наемникам, во-первых. Какие бандиты представляют услуги и кому? Бандиты занимаются грабежом, они блять никаких услуг не предоставляют никому. Какие услуги? И вот мне выставили один счетик, с которым у меня... А ты пользовался какими-то услугами бандитов или что? О, подскочил аж. Короче, я не буду приманка в твоем деле. Нет, мне заказали убить тебя. Что? Извини, братишка. Ты думаешь, я тебе так просто дамся? Эм, вообще-то я успел замочить. Бывает. Это я, что ли? Кто в кого выстрелил, загадка. Однако в зоне двух друзей больше никто не видел. Я первый выстрелил. Пересмотрите запись, все увидите. Короче, я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Надо попробуем отыграть еще раз за него уже. Короче, я готов. Подожди, я пока не готов. Надо поспать. Поспал, теперь готов, пойдем поговорить с паханом бандитов. Ну вот и свидетелься уродина. Следи за языком. Ты мне еще указывать будешь? Скажи спасибо. Мы тебя на месте не перестрелили. Ёпта. Опять тут не хватает что? Скажи спасибо, что мы тебя на месте не перестрелили. Тут же написано скажи спасибо, мы тебя на месте не перестрелили. Блин, за тебя паха заручился. Сказал, что ты мля, в доску свой и по нам шмалять не будешь. Тут все знают, что ты за баблом сюда пришел. Так что слушай сюда. Начнешь шмалять по нашим, я тебе гарантирую, мля. Мы тебя так нашпигуем, что тебя как свинец отправят на завод по переработке металлов. Все ясно? Если я хотел вас застрелить, я бы это сделал на подходах сюда. Ваши случаи жизни мне неинтересны. Я тут только чтобы паблику помочь. Если ты закончил с угрозами, то я просто отойду и буду ждать, когда мы выдвинемся. Ты фраер щеки не раздувай, чтобы от тебя какая-то польза была, сходи к купцу. Он у нас тут по складу. Возьми что даст и делай что хочешь. Понял. Это от меня-то пользовать не будет, дурачок. У меня СВД есть, например. Правда, прицелы к мне не дали в тайнике, поэтому это бесполезный балласт, а прицелы стоят дорого. Вот. Мне ваш главный сказал, что я могу тут форму получить. А еще мне сказали, ты перевалил пламя набратков на кордоне. Такую еще информацию и поделимся. Ты мне дашь форму или как? Дам, конечно. Сам, правда, не знаю зачем. Что это такое? Б, Д. Форм сталкер, это во всем будет получше, кроме гашения удара. Ну, типа, чтобы отыграть бандосика. Форму тебе уже выдали, так что нет смысла ждать. Поехали. Поговорить с Павликом. Что, главарь, что ли, вздох, кстати? Ну, я говорил тебе, дело сложное будет. Честно, сам не ожидал, что сюда целая армия завалится. Видимо, тут золото нацистов закопано. Ибо такой активность, я не знаю. Еще и сталкеры эти хреновы. Ну, нам нужно вернуться обратно на свалку. Так что, как я приду сюда обратно, сразу тебе сообщу. Пока, подыши свежим воздухом. Хорошо, понял, буду ждать. Не понял, он пойдет на свалку, а потом вернется? Поговорить с Сидоровичем. И вообще, тут не так уж и много народу было. На самом деле, что внесет, я не понимаю. Один БТР, что, в принципе, не является из разряда вау, какая техника. Ну и отряд, человек 10-15, это тоже не сказать, что очень много. Звал? Да, Ворон, звал. Как думаешь, зачем? Понятия не имею? Может, объяснишь мне? То есть, ты понятия не имеешь, что происходило недавно около насыпи? Ну, имею небольшое понятие. Кто-то там в кого-то стрелял. Хватит выкручиваться. Все в зоне знают, что легенда сталкерства продала своих же за пару серебрян. Мне, между тем, плевать на то, за кого ты воюешь. Меня интересует только прибыль. И ты со своими братками эту прибыль мне похерил. И теперь я сижу тут и клюю не знаю что, потому что один из моих самых прибыльных путей перекрыли твои же дружки. Мне тебя пожалеть? Мне, если тебе непонятно, тоже не важно, есть у тебя деньги или нет. Если мне надо будет достать что-нибудь, я спрошу у знакомых, а ты, старый хрыщ, перестань меня запугивать. С огнем играешь, парень? Я прошу тебе твою наглость и надменность за первый раз, потому что ты новенький. Но вбей себе в мозг раз и навсегда. На кордоне, если ты мне враг, тебе продоху не будет. Конкретно по твоему случаю все еще интереснее, потому что сталкеры до сих пор не знают, кто опрокинул их у насыпи и где ты был, когда им нужна была помощь. Вот хохма будет, когда они узнают, что новоявленная легенда при первом же серьезном деле кинула их на деньги. Ах ты! Второй раз такой самовольности я не прощу. Будь осторожнее с языком. Ладно, что мне нужно сделать, чтобы у тебя снова появились деньги? Все просто. Бандиты назначили паханом кордона одного из своих. Сейчас он заправляет делами по торговле с артефактами через насек на свалку. То есть отбивает у меня прибыль и клиентов. Звать пахана Паблик. Грохнешь его и мы забудем инцидент. У насыпи как страшный сон. Как еще раз? Паблик? Да, Паблик. А что, аллергия на людей с таким именем? Нет, просто где сейчас этот Паблик? Один из моих подопечных сказал, что он пересчитывает наличку недалеко от КПП военных. Один. Без охраны. Идеальный для тебя расклад. И да, чтобы удостовериться, что ты его убил, принесешь мне его КПК. Теперь у меня к тебе доверие меньше. И для доказательства выполненной работы нужны личные вещи. Принесешь КПК и мы в расчете. Значит, он своего обычного места. Ладно, я скоро буду. Я так понял, сейчас то же самое будет, что и при первой концовке. Его назначили паханом. Нахрена, если вот тут есть пахан, он живой, вот он, пожалуйста. Legend Weep. Это раз. Во-вторых, а почему я легенда, блин? Какого хрена? Если так подумать, весь сюжет. Что я сделал такого? Ничего такого. Кабангов перестрелял, ставь, серьезно. В составе группы от Билбандитов пару квестов сидрича выполнил. Почему я легенда? Вот стрелок легенду, он выключил выжигатель мозгов. А почему легенда вот этот сюфяк ворон? Ну, почему? Что-то у меня рука, кстати, выгнулась под неестественным углом. Вот и наша звезда заявилась. Ты пришел за долей? Держи половину, остальное отдам потом. У меня плохие вести. Что за вести? Нет, мне заказали твою голову. Стоп, что? Ты же не хочешь сказать, что так просто принял заказ на меня? Все не так просто, как ты думаешь. Поверь, доверять нельзя никому, даже близким людям. Этого я научился и у тебя, и у других. Только через мой... Понятно, то же самое. Ну, типа... А почему я в сталкерском костюме и с АКСУ, если у меня другое снаряжение? Абсолютно то же самое. Короче, что могу сказать по моду? Я, хоть убейся, не понимаю смысл выставлять на ОБТ сюжетные модификации. То есть потом мод выйдет, и мы это все заново должны проходить, по сути. Скорее всего... Ладно, это не важно. Важно то, что, конечно, в моде очень много чего сыра. Зачем озвучивать, если до конца еще не завершено написание сценария? Если есть... Было даже такое, что наполовину диалог озвучен? Половины нет. Когда актер озвучивал, не было еще второй половины. Зачем вообще было озвучивать? Написали бы дефолтный текст сначала. Есть хорошие голоса, прям годные. У главаря сталкеров был нормальный голос, прям хороший. А есть, ну, по моему мнению, не очень подходящие. Очень много логических ошибок в написании текста. Вот, я на них указывал несколько раз по ходу серии. Прям очень странные какие-то. Где-то не хватает частицы, где-то не хватает какого-то предлога, где-то это, ну, влияет на восприятие текста. Логика в самих квестах какая-то странная. Какие же некоторые чушь несут персонажи. Мы, бандиты, привыкли представлять счет за свои услуги. Они гравят сталкеров. Они становятся на тропинке, где вот сталкеры ходят часто, да, с хабаром по пути к торговцу. И гравят. Какие, какая это услуга, я не понимаю. В лоре есть вообще какие-то вот бандиты, чтобы представляли кому-то услуги. И выставляли счет за это. Это наемники так делают. Понимаете, в чем прикол? То есть, ну, просто для пафоса. Вот, когда вот этот напыше, я не знаю, что может быть хуже псевдопафоса. Ты такой кринж сразу ловишь, когда пытаются нагнать пафоса. Мы бандиты выставляем счет. Фу, зад, молчи, пожалуйста. Логика страдает, конечно, меня легендой называют. Вообще, в моде вся логика странная. Почему я легенда? Вот если подумать, вот, перечислить, что я сделал? Ничего легендарного, это может любой сталкер опытно сделать. Почему я легенда? То есть, волк не легенда, например, а я легенда. Почему я легенда? Потому что так нужно для сценария. Понятно. Какой-то этот базар непонятный, когда меня, типа, к бандитам Павлик привел? Попробуйте так с бандитами поговорить. Вы, сучки вашей жизни, ты уже не будешь с ними после этого работать, тебя пристрелят. Ну и все. Никакой Павлик не павлик. Павлик замолвил словечко. Павлик замолвил словечко, тогда Павлик наравне с главным героем будет отвечать за такое выражение в вашей сучке жизни. Ну все, после этого и Павлика тоже грохнутость и он за такое вступится. Потому что по бандитскому кодексу нельзя так называть и говорить, правильно? Да и бандиты бы меня явно не приняли. То есть, они знают, что я перебил половину их отряда на локации. Приходит Павлик, говорит, пацаны, давайте его примем. Они должны сказать, Павлик, мы сейчас тебя кокнем за такое продолжение. Он гнида, замочил половину наших, а ты еще и с ним дружишь. Да пошел ты нахрен, или убей его, или иди отсюда нахрен, чтобы мы тебя больше не видели. Вот такой был бы разговор. А они такие, ну Павлик нам сказали, да кто такой этот Павлик вообще? Он то уходит в зону, и то приходит в зону. Кто он такой-то? Объясните. Бармалей какой-то. Какие-то наемники. Только что никого там не было вот возле этого перехода в лощину, да? Я там замочил чертовода. Отхожу буквально, ну, по-зоновски час прошел. О, там контролируют наемники. Они перекрыли путь. Никого не пускают. Вот буквально час назад я там был. Уже там наемники откуда-то появились. Прибежали. Уже заняли, и так заняли, что все уже об этом знают. Ну, бандиты конкретно. Что-то как-то странно. Странно. Ну, оценку, наверное, смысла-то ставить нет. Правильно, это же ОБТ. ОБТ, все, если ОБТ, то все. Вопросов нет. Ну, хрен знает, ребят. А, ну еще два раза, да, героя не добили. Первый раз в туннеле, если ты делаешь неправильно выбор, и сохраняешь жизнь к компасу, по-моему, да? По-моему, к компасу, который в итоге бандитом оказывается. Если ты сделал неправильно выбор, он такой, мы, конечно, убиваем обычных свидетелей, да? Опять-таки, это как наемники разговаривают, господи, да что за чушь? Походу, разраб перепутал бандитов и наемников. Ну, не разраб, а вот кто там писал текст, сценарист. Почему бандиты себя как наемники ведут? Мы не оставляем свидетелей наше дело, так это наемники так себя ведут. Бандиты вполне могут оставить в живых. Но как раз-таки вот в той ситуации он меня никак не должен был оставлять в живых, просто ну никак. Потому что я приду в лагерь Талкеров и скажу, это компас был. И, во-первых, а во-вторых, нахера он признался? То есть, я убил штриха этого или как, или штопор, я уже забыл, как звали этого бандита, на которого все думали. Убил, и он признался, потом компас такой, хааа, вот, это и на самом деле я был. Зачем он это сказал? Он мог дальше отыграть роль сталкера, сказать, да, спасибо, этот гад бандит, все. Нахрена он признался? Ну, это же чушь. И вообще, не надо было тут признаваться. Вот в конце, сделал разраб такую закидушку, да, что неизвестно, кто в кого выстрелил, чтобы мы морально думали, там, кто уже кого переживали. А на самом деле, это надо было сделать вот в этом месте, в том туннеле, то есть, чтобы было так и непонятно, кто из них все-таки был бандитом, что мы потом всю игру думали, да кто же, ну кто же, вот, когда это надо было сделать. Что еще? А, ну, это чудесное спасение. Тогда решил нас не добивать бандит, хотя вот тогда 100% надо было делать. Он признался, я свидетель, 100% меня надо уничтожать, потому что я сейчас приду в лагерь и расскажу, ему больше не будет жизни в зоне. И второй раз меня вот щитовод пощадил на АТП. Типа, замочил двух пленных сталкеров, а меня решил не мочить. Че за бред? Почему? По какой причине он меня решил не мочить? Если он такая тварь, гнида, что он замочил просто двух неповинных сталкеров, почему он меня не замочил? Ну, объясните, пожалуйста, кто шарит. Почему? Потому что так нужно по сценарию. Но это выглядит кринжово. Два вот эти квеста Сидоровича вообще похожи друг на друга, просто, ну, хоть что-то новое придумали. Там контейнеры похерили, тут контейнеры похерили. Там кто-то кого-то предал, тут кто-то кого-то предал. Ну, это же одно и то же. То есть это, по сути, два одинаковых квеста, в которых разные диалоги и в разные места нужно бегать. Вот это вот речь с наемниками, так же вот в туннель, когда, да, приходишь с наемниками начиться. Они меня сначала, я не понял, оглушили или убили? Вот когда я только зашел на территорию, они с двух сторон стояли, включили фонари, начали стрелять. То есть они-то меня ранили, что ли? В итоге потом по диалогу он сказал, что меня чуть не пристрелили. То есть в итоге-то никак не ранили ничего, да? А что, почему я упал? Мне по голове дали, или я от страха упал? Допустим, меня попали в бронежилеты, я упал там этот, от болевого шока. Потом я очнулся в этот, они меня зачем-то отволокли в туннель в глубину. Зачем-то, я не знаю, зачем. И клише любого дефолтного среднего фильма, они начали, злодеи рассказывают мне какую-то речь пафосную. Ты что, дурак? Бам! Пока я вижу в голову. Все! Какие речи? Какие разговоры? И, собственно, все, что я, наверное, хотел сказать. Всем спасибо, оценивайте видео. Надеюсь, что мод топилит. И в будущем выйдет уже более какая-то годная версия этого мода. Субтитры создавал DimaTorzok